Здравствуйте, уважаемые телезрители! Итак, в эфире очередная программа доктора Джозефа Клейнермана «Без скальпеля». Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, Мариночка! Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда, рад встрече с вами. И сегодня хочу представить моего гостя и моего друга, я с гордостью хотел бы сказать, Владимира Андреева, который президент компании с таким замечательным названием «Art of Inspiration» или «Искусство вдохновения». Мне очень это название и близко, и очень нравится. И сегодня, я надеюсь, вам понравится и мой гость, и мой друг, и то, что он создал для нас. Здравствуйте, Владимир! Спасибо! Спасибо вам! Спасибо! Спасибо, что вы согласились с нами побыть сегодня. И у меня мой интригующий вопрос. Откуда пришло такое название вашей компании и вообще последнего каталога, который вы издали совершенно недавно? название вот это «Art of Inspiration». Чем это продиктовано? Ну, шесть лет назад, когда организовалась эта компания, организовал ее я в своей большой компании, в которой я работал. Она называлась «Букспен». Сейчас этой компании уже нет, она расформирована и продана компанией «Соня». И в этой компании работало очень много талантливых, очень интересных фотографов, художников. И в конечном итоге я год проработал, сказал, может быть, действительно что-то сделать такое, чтобы вас показать в Москве. И каждому из них я дал свою фотографию, 10 фотографий на выбор, и сказал, вы должны с этой фотографией сделать или живопись написать, или свой дизайн придумать, графику, или что вы хотите. И мы сделаем своеобразный трипких выставку, на которой мы поставим, допустим, оригинал моей фотографии, живопись или графику, и к этому прибавилась еще и поэзия. Таким образом, на выставке, которую мы сделали в компании, пять человек первых, появилась вот эта выставка. И когда меня спросили, а как же мы назовем нашу компанию, я говорю, вот как человек, вот его вдохновение, его чувство вдохновения. И мы подумали, что каждого человека именно вдохновляет искусство. Когда он ночами не спит, когда он ночами думает о чем-то и решает, прежде всего, конечно, ту внутреннюю часть, по которой дает ему возможность потом творить. Ну, меня это очень восхитило это название, и одна из вещей, которой я все время как бы пропагандирую и желаю всем, особенно людям искусства, вы человек этого поля, чтобы у них появлялось вдохновение, вдохновение творить что-то. И вот это, что вы рассказали, такая идея, как вы дали одно и то же, может быть, разным людям, и увидели, что, кого могло вдохновить, в этом, наверное, какой-то, ну, ваш такой залог таланта. Вы знаете, доктор, по первой профессии я ведь актер. Я закончил Академию имени Гнесиных. И в 73-м году я вышел на эстраду, и в 25 лет я проработал на эстраде. И однажды, когда я вышел первый раз на 6 тысяч зрителей в Дворце спорта, я после этого сказал себе, я этого делать больше не буду, потому что это страшно. Вот, и в конечном итоге я вышел все-таки на большую эстраду, я преодолел то состояние, при котором мне казалось, подсказал мне очень мой близкий товарищ, доктор. Это психологический барьер, когда ты должен выйти на большую публику. Так и здесь, наверное, это вот накапливалось в течение 6 лет, и это как ком обрастало новыми художниками, новыми фотографами, новыми людьми, которые хотели объединиться и которые хотели сделать то, что мы сделали в конечном итоге. Вы ведь не только актер, вы и фотограф, вы и режиссер, вы и постановщик, вы, в общем, имеете массу еще таких смежных профессий, связанных с искусством. Почему вы ушли вот именно в это направление? Чем оно вас больше привлекло, скажем, чем ставить спектакли или пьесы, или читать, играть какие-то роли, читать стихи, которые вы, что вы замечательно делаете? А это, я знаю, что последнее время вы этому уделили все ваше время, и вышли совершенно потрясающие альбомы и книги. Это один из альбомов я держу, один из удивительных альбомов держит Марина созданная. Я бы, знаете, почему выбрала вот это? Я хочу сразу, поскольку мы говорим об искусстве, хочу сразу показать репродукцию. Вот это автор этих работ, и левой, и правой, где вы видите, Владимир Андреев. Вот это называется, где девушка? Называется отражение, насколько я понимаю, да? Да, да, да. И это? Да. Это Science Peter in Rome. Да. Расскажите нам историю этих работ. Дело в том, что когда я приехал, я учился в Академии дизайна здесь, в FIT, Fashion Institute of Technology. И я, естественно, проходил курс фотографии. Но тогда еще была пленка, и у нас особенных денег не было, когда мы приехали. Вместе с тем, первое, что я купил, конечно, фотоаппарат. И начал снимать. Вот это один из первых снимков пленочных, которые я сделал именно в Нью-Йорке. Я его обожаю, я его очень люблю. Хорошая работа, очень хорошая. Я сказал, что я в этом совершенно феноменальном храме, который обрушивается на тебя каким-то божественностью такой. Я стал на колени просто. И сказал себе, что не может быть, чтобы я из простого русского города Сычевки, где я родился и рос. А где это такой? В Смоленской области. Что я нахожусь сегодня в этом центральном божественном храме мира. И как вы поймали свет потрясающий. И в это время, так сказать, когда я обернулся, меня педагоги учили всегда, обернись назад. И когда я обернулся назад, я стоял к анастасу, так сказать, естественно. Обернулся назад, я увидел эти лучи. Я снял более ста снимков. Потом мне было очень сложно выбрать. Сегодня эти работы примерно в ста домах коллекционеров. Ну, вы и рассказали пример, что такое Art of Inspiration, что такое урок или момент вдохновения. Вот такое увиденное вами вдохновило вас и сделать эти снимки. Я уверен, вдохновило еще на многие вещи. Может быть, даже частично такой альбом создать. Дело в том, что вот три года назад история этого каталога, она действительно уникальна. Поскольку три года назад нам посчастливилось и Вике, и моей жене, и познакомиться с этим уникальным, на мой взгляд, человеком, который объединяет в себя не только то, что он собирает, он еще и это все изучает. Каким человеком? Робертом, Харрисом, Ротшидом. Так. Рассказывайте. Теперь это совместная ваша работа. Я так понимаю. Да, это наш совместный проект. Притом, два года я уговаривал его сделать это. Два года он не соглашался и говорил, что это безумно сложно, безумно трудно. И вот полтора года назад я практически снял всю его коллекцию. Она примерно насчитывает где-то 1500 экземпляров. И большую часть составляет живопись, конечно, графика. И вот доктор был вместе со мной в доме Ротшильда. Скажите, это Ротшильд из Ротшильдов? Да. Очень такая малая ветвь, но вместе с тем да. Он, когда уже мы начали составлять этот каталог, мы придумали ему герб. Если вы снимете сейчас суперобложку. Сниму, как говорите. Вот. Там есть герб. Красиво. Вот этот герб придуман мной. Теперь этот, кстати, герб штамп Роберта Харриса Ротшильда. И сейчас мы делаем поэтическую книгу, которую он написал 19 лет. Но возвращаясь к этому, к этой большой книге, наступил тот момент, когда надо было написать название каких-то работ, которые мы включили. И я ему сказал, Бабий, ты должен каждую работу описать. Ты должен рассказать, почему ты взял эту к себе, в коллекцию эту работу, почему и как. Он говорит, это невозможно, это будет года полтора. Я говорю, нет, два месяца. Ты имеешь. Да. И надо сказать, что феноменально, просто потрясающе написал о каждой работе. Триста двадцать работ. Вот он просто, так сказать, почему, от чего и как. И как искусствовед копался во многих учебниках. Ночами не спал, но написал. Это его сын Дэнни. Вот видите, так сказать. Мы покажем эту фотографию после перерыва крупным планом и продолжим разговор. Хорошо? Да. Вот таким образом появился этот каталог. Он пришел из Китая. Он печатали бы в Китае. И я очень рад тому, что этот каталог включает в себя очень много моих друзей из моей команды Art of Inspiration. И надо сказать, что мы сейчас едем в Москву. Ой, вот там Москве точно после перерыва. Да. Итак, дорогие друзья, я держу в руках каталог, огромную книгу. Со-автором, который является Владимир Андреев, гость нашей сегодняшней передачи. Это один из многочисленных друзей доктора Джозефа Клейнермана. И вы, наверное, смотрите тоже нашу передачу, Владимир. Вы знаете, что доктор всегда приглашает очень интересных людей, интересные личности у нас здесь бывают. И мы вам очень признательны за то, что вы к нам пришли. И вы можете продолжать нам рассказывать. Рассказывать о каталоге. Да, а я буду показывать. Да, вот на этом снимке это совершенно потрясающий фотограф, с которым мы дружим до сих пор. И я не сказал, что я включил в каталог и в первой, и в второй ее фотографии. И когда три дня назад я получил имейл от нее, она получила эти все каталоги. Дженнифер. Слева это моя фотография роза. Видите, какая сексуальная. Сексуальная. Роза любви, как бы ее назвали. Это Игорь Тюльпанов. Русский художник. Потрясающе совершенно. Вот это вот правая сторона, рояль где-то, так сказать. Вот представляете себе, примерно полтора на два это написано карандашами цветными. С ума сойти. И левая тоже. Хорошая работа, работа, работа. Просто. Вот. И я отсюда как бы не очень. Хотя. Ну мы можем даже без конкретных комментариев. Поблестать чуть-чуть. Да, да, да. Ну вот этот каталог. Я понимаю, что это огромное количество времени. И что это очень трудно было сделать. И нужно было войти с мистером Ротшильдом тоже в контакт, чтобы он. Абсолютно. Чтобы он верил. Чтобы он верил. И чтобы он дал. И чтобы он заплатил деньги. И чтобы он заплатил деньги. И чтобы он дал возможность поделиться. Ну раз Ротшильд. Ну это я не знаю. Сильно ли Ротшильд разгонялся платить деньги. Да, да, да. Во всяком случае нам досталось замечательное творение. Ваше, Володя. Такие фотографии. Такой коллекции. И такое прекрасное издание. Ну, в общем, очень здорово. Вы знаете, Марина, вы знаете, доктор, я хочу вам сказать одну вещь. Когда я действительно учился здесь в Аф-Айти, почему я еще вот эти вещи сейчас как бы... Вы спросили, почему я это делаю? Когда я учился в Аф-Айти, я стал изучать историю искусств, которая написана была на английском языке. И в этой истории искусств, к сожалению, к великому, я не обнаружил ни одного художника русского. Кроме Кандинского, кроме Шагала, ну еще нескольких. И это меня жутко обидело. Просто как человека, который... Меня это тоже сейчас обидело. Это несправедливо. Это несправедливо. Посмотрите, справочники по искусству, которые выпускаются здесь. Нет. Русских художников нет. И я для себя тогда, 20 лет назад, 18 лет назад, когда я учился, я сказал себе, ты 47-летний человек, должен сделать все возможное, чтобы в Америке появились каталоги, где будут русские, российские, неважно, так сказать, русскоязычные художники. Молодец. Потографы. Браво, браво.